Привет всем! Сегодня у нас обзор на самую первую коллекционную серию динозавриков, вышедшую в 1993 году. Серия называется в России известна под названием динозавры-малыши либо морские динозавры. И вот так вот она выглядит вместе с актуальными ценами на игрушки на сегодня. Это была действительно первая коллекция динозавриков, которая вышла в Германии в 1993 году и носит название Дидроли Дина, что можно перевести как скорее забавные динозаврики, но в России она известна, как я сказал, уже под названием динозавры-малыши либо морские динозавры. Та коллекция динозавриков, которая вышла в России, является на самом деле второй коллекцией динозавриков, но также еще была третья коллекция динозавриков. Обзоры на них также выйдут в ближайшие дни на нашем канале. Вот так вот выглядят игрушки и цены на них варьируются от 60 центов до 2 евро, 50 центов и, как видите, есть также некоторые варианты, о которых мы еще подробно поговорим, цены на которых составляют уже 5 или даже 8 евро. Ну что ж, предлагаю открыть и посмотреть игрушки из этой коллекции. Одну за одной распакуем и посмотрим, как выглядят эти игрушки. Ну что ж, первый у нас попадается вот такой вот классный динозаврик, который спит в своем яйце, как в кроватке. Очень классные игрушки. Конечно, раньше игрушки были, я думаю, все со мной согласятся, намного-намного интереснее, чем сейчас. Откроем следующую игрушку из этой серии, посмотрим, как она выглядит. И здесь у нас вот такая вот девочка, которая смотрит в зеркальце. Здесь стоит остановиться немножко поподробнее, поскольку эта игрушка-вариант, как видите, 10.1. И если у кого-то из вас найдется игрушка, у которой будет темно-синее зеркальце, в отличие от оригинального светло-синего зеркальца, то такая игрушка уже будет стоить 5 евро, а не 1 евро, как игрушка, которая у меня. Ну что ж, зовут нашего динозаврика Элегандина, то есть что-то связанное с элегантностью. И откроем следующую капсулу и посмотрим, что ждет нас внутри. Здесь у нас вот такой вот классный динозаврик с морской звездой. И эта игрушка у нас составляет ценой 60 центов, и никаких вариантов с ней замечено не было. Ну, классные игрушки, вы видите, яркие, красивые. И действительно радует глаз. Посмотрим следующую игрушку из этой коллекции. И здесь у нас вот такой вот классный динозаврик с крабом. Очень-очень красивые игрушки. Откроем следующую игрушку из этой серии. И здесь нас ждет вот такая вот девочка-динозавр, которая держит в руке алмаз. Ну что ж, откроем следующую капсулу и посмотрим, что ждет нас внутри. У нас здесь вот такой динозаврик, который, что делает, играет на дудочке. И зовут его, этого динозаврика, мелодина. То есть, действительно, мы все правильно поняли. Это у него такая дудочка, и он на ней играет. Ну что ж, посмотрим следующего динозаврика. И здесь у нас такой вот классный динозаврик с куриным яйцом, и с которого вылазит цыпленок. И эта игрушка у нас тоже не совсем обычная. Эта игрушка самая дорогая в серии. Но при одном условии, если 4.1 вы видите, называется динозаврика зовут Трампеллино. И если вы найдете динозаврика с темно-оранжевым цыпленком, то цена его уже составляет 8 евро, а не 60 центов, как моего динозаврика. Ну что ж, у нас осталось еще 3 динозаврика в серии. И здесь у нас вот такая вот прикольная девочка с ракушкой в руках. Очень красивая, яркая игрушка. И это еще одна игрушка, которая имеет некоторую особенность, известная особенность этой игрушки. Как говорится в нашем каталоге с ценами, 2.1 зовут эта девочка-динозаврика Кокетина. И если она имеет вот эту ракушку светло-фиолетового цвета, то цена игрушки уже сразу же составит 5 евро, а не 60 центов. Классная игрушка. Посмотрим, как выглядят оставшиеся две фигурки из этой коллекции. Вот такой вот прикольный динозаврик, который разжигает костер. И последняя игрушка из этой серии. Так, здесь у нас есть некоторые запчасти, которые упали. А, это вот такой вот у него листик пальмы. И он спокойненько так под ним отдыхает. Ну что ж, я думаю, вы согласитесь. Очень классная коллекция, выглядит очень красиво. И мы, я думаю, можно расставить ее всю, чтобы было более наглядно видно коллекцию. Вот такие вот классные динозаврики. И это, я напомню, была самая первая коллекция динозавриков, которая вышла в 93-м году в Германию. И в России известна под названием морские динозавры, либо динозавры-малыши. Скоро у нас совсем будет еще много обзоров на различные старые коллекции киндер-сюрприза. В том числе на вторую и третью коллекцию динозавриков. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Спасибо, что были с нами. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok